МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом важном и интересном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Форум по итогам общественного обсуждения предложений по актуализации стратегии развития региона состоялся в Нижнем Новгороде. Туристический ретро-поезд запустили между Нижним Новгородом и Арзамасом. Подробности далее. 519 часов совместной работы. Столько времени в общей сложности длились встречи нижегородцев в рамках стратегических сессий. В сумме это больше 20 суток. Все это время перед участниками стояла задача решить, какие предложения достойны войти в обновленную стратегию развития Нижегородской области. Каждая встреча, где обсуждалась будущее региона, была жаркой. Я осознанно воздерживался от участия лично в них до последней, потому что все-таки хотел еще и лично, так сказать, ощутить нерв этого обсуждения. А то это просто не хотел давить. Хотел, чтобы обсуждение было без авторитетов и без ярмарки тщеславия, без попытки что-то показать из себя последующих эффектов. И вот непредвзятый результат. Эксперты представили губернатору итог 13 отраслевых и 58 территориальных стратегических сессий. Результат не просто проекты из воздуха, а реальные чаяния жителей от Ветлуги до Починок, от Шахунии до Вознесенского. Допустим, говорить конкретно про Дзержинск. У нас мы готовимся к столетию, уже несколько лет, здесь сформировали программу, и она вписывается как раз в эту стратегию. И стратегия учитывает все наши интересы. Диапазон вопросов широчайший от предпринимательства до экологии, от здравоохранения до спорта. К слову, несмотря на размах разговора, есть вопросы общие для всех. Ключевое – это все, что связано с кадрами. Их привлечение, формирование актуальных предложений, работа с молодыми кадрами – это и исследователи, и ученые, и, конечно, в здравоохранении, и в социальной политике. И все, что, собственно, дальше этими кадрами делается. Надо сказать, к обновлению стратегии области жители региона подошли с энтузиазмом. Все потому, что за предыдущие пять лет увидели изменения и хотят видеть еще больше. Конечно, мы большой сделали шаг вперед в плане благоустройства, но не нужно на этом останавливаться. Мы сосредотачивались, делали акцент на благоустройстве больших общественных пространств, малых общественных пространств. И сейчас нужно двигаться во дворы. Эту проблематику и задачу как бы подсвечивали и эксперты. К слову, существенные изменения за прошедшие пять лет отмечают и на федеральном уровне. Вот я нахожусь как раз среди представителей регионов на работе, да, и все чаще и чаще поступают просьбы встретить нас, пожалуйста. Мы хотим приехать в Нижегородскую губернию посмотреть, потому что, ну, прям идет вот волна такая вот о Нижнем Новгороде, что там все преобразуется, что все лучше, чем у других. Не останавливаться в развитии, а наоборот, поддержать новый виток готовы все, в том числе и законодатели. Нам всем предстоит огромный объем работы. Нам с точки зрения законодательства все это потребует. Изменение действующих законов, разработка новых законодательных актов, новых регламентов, утверждение новых программ развития по разным направлениям. Но это уже интересные работы. Это не просто формирование новых законов, новых законодательных инициатив. Это реализация, ну, чаяний населения, профессиональных групп. Это действительно народные инициативы. Итак, форум продлился более двух с половиной часов. По итогу Глеб Никитин поставил срок, в который обновленную стратегию развития Нижегородской области необходимо оформить и утвердить на бумаге. Предполагаю, что будет правильным сказать, вот с Ольгой Владимировной говорили про ноябрь, но думаю, до конца года мы точно должны утвердить в новой редакции стратегию. Там будут конкретные предложения, что необходимо обновить, что необходимо добавить. Ну и те проекты, которые войдут в стратегию, уже должны будут быть обеспечены финансами, войти в бюджет Нижегородской области. Таким образом, новый виток жизни получит главный документ, отвечающий за развитие всего региона и каждого его уголка. Служба информации Елизавета Виноградова, Николай Прохоров. Ретро-поезд на паровой тяге отправился из Нижнего Новгорода в Арзамаса. Состав выполнен в стиле начала 20 века. Состав будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Максимальная скорость, которую достигает ретро-паровоз – 120 км в час. Проект реализуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На первый же рейс раскупили все билеты. Интересно детям показать, прокатить что-то новое, необычный поезд. В Арзамасе давно не были, не гуляли. 30 семей получили помощь в автозаводском районе во время проведения благотворительной акции «Собери ребенка в школу» – организованной партией «Единая Россия». Помощь получили семьи, чьи родные участвуют в специальной военной операции, а также многодетные. В одном из супермаркетов они смогли выбрать бесплатно вещи или обувь. В многодетной семье Мироновых девять детей, шестеро из них – школьники. Как отметила мама, такая поддержка очень ощутима. Ученикам требуется очень много на них средств и школьной принадлежности, и одежда. Вот это все как бы нужно. И то, что вот эта акция проходит, я в принципе рада и благодарна нашей администрации. Получили поддержку и семьи участников СВО, как отметил Александр Нагин, с ними держится постоянная связь. И при возникновении каких-либо трудностей или проблем им сразу оказывают всю необходимую помощь. У нас существует закрепление за каждым участником СВО ответственного работника, именно социального работника, к которым могут обратиться в любое время суток для оказания помощи, в том числе и медицинской, в том числе и социальной. Принцип одного окна, он работает, где заключается социальный контракт с семьей. Далее все в администрации района таким же образом всячески стараются помочь организовать. Это и школы, это и садики, это и высшие учебные заведения, это и материальная помощь для того, чтобы дети ни в чем не нуждались. А еще все дети получили подарки. Мишки Тедди, раскраски в виде карты Нижегородской области. Благотворительная акция организована отделением партии «Единая Россия» совместно с администрацией и управлением судзащиты населения автозаводского района. Акция «Собери ребенка в школу» традиционная, пункты приема школьных принадлежностей открыты на площадках местных приемных «Единой России» и штаба общественной поддержки. Любой желающий может принести туда необходимые школьные принадлежности для детей, канцелярские товары, школьные рюкзаки, наборы для детского творчества, спортивный инвентарь. Служба информации Юрий Чухин. Тренировка по дистанционному электронному голосованию проходит в Нижегородской области. Для участия в тестовом голосовании необходимо пройти авторизацию на специальном портале с использованием учетной записи госуслуг, ознакомиться с условиями проведения, подтвердить свою личность с помощью кода из СМС, получить доступ к электронному бюллетеню и проголосовать. Тренировка не влияет на результаты официального голосования. Чтобы пройти ее, не нужно посещать и избирательный участок. Избиратели 24 регионов России будут голосовать онлайн с использованием федеральной платформы дистанционного электронного голосования, специально разработанной по заказу Центральной избирательной комиссии России. Я сейчас еще раз в тестовом режиме посмотрел работоспособность системы. И вот в ближайшие два дня этот тестовый режим нам доступен для того, чтобы мы могли посмотреть работоспособность всех составных частей данной программы, данной системы. Самое главное, что это позволяет привлечь в этот важнейший процесс, процесс волеизъявления выбора, большее количество людей. Используя свой гаджет, находясь в любой точке нашей страны или даже мира, в любом часовом поясе, принять участие в голосовании. Система шифрования, технические особенности этой системы построены так, что вмешательство в эти выборы, оно может отслеживаться различными структурами. И самое главное, это общественный контроль, Центр общественного наблюдения, видеонаблюдения, который я буду курировать в указанный период времени, его функции заключаются в том, чтобы проводить постоянный мониторинг в режиме реал-тайм на протяжении всего избирательного процесса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова